Здравствуйте! Сейчас мы рассмотрим нововведение SEO-модуля и модуля инфоблоков, которые помогут значительно сократить время на формирование метатегов Keywords и Description страниц сайта. Крайне часто разработчику ставится задача по настройке данных метатегов и других значений, участвующих в SEO-оптимизации. Как правило, от разработчика требуют такую настройку, когда у каждой страницы имеется уникальный, сформированный по определенным правилам, набор метатегов. Новые возможности продукта 1S Bittrex управления сайтом помогут быстро внедрить рекомендации SEO-оптимизатора без посторонней помощи. Начиная с версии 14.02 появился функционал, помогающий создавать и редактировать автоматизированные шаблоны метатегов для элементов и разделов инфоблоков. Следует заметить, что и до этого у 1S Bittrex были некоторые возможности по настройке метатегов. К примеру, детальная страница элемента новости. Она настроена таким образом, что вместо заголовка окна браузера выдается произвольное значение. Хотя в шаблоне указано, что в качестве заголовка должно выводиться значение, указанное в свойствах страницы. Реализовано это с помощью настройки комплексного компонента, для которого мы указали, на основании каких свойств формируются ключевые слова, описание страницы и заголовка окна браузера. Включаем режим правки, смотрим настройки компонента. Необходимо убедиться, что в настройках компонента указано, что компонент устанавливает заголовок страницы. Установлено. В настройках детального просмотра мы указываем, на основании какого свойства мы формируем определенный метатег или заголовок окна браузера. Тайтл указанный. Кейвордс и Дескрипшн. Все это является свойствами данного элемента. Но что делать, если для формирования метатегов требуется использовать несколько свойств элементов инфоблока или, к примеру, текст анонса? Эту задачу нам поможет решить новый функционал 1С-Битрикс. Рассмотрим работу нового компонента на примере инфоблока продукция. Предположим, что необходимо настроить вывод заголовка окна браузера и метатегов по четко сформулированным правилам, которые вы видите на экране. Заголовок должен состоять из названия элемента, названия раздела и названия сайта. Ключевые слова должны выводить определенные два свойства – текст и цену товара. Описание должно полностью повторять текст анонса элемента инфоблока. Для раздела ключевыми словами является обычный текст, причем для каждого раздела разный. И шаблон title детальной картинки элемента инфоблока задается по правилу подобному заголовку. Для демонстрации вывода каталога используется комплексный компонент Bittrex Catalog. Необходимо убедиться, что в настройках компонента указано, что компонент устанавливает заголовок страницы, и не установлено значение для заголовка окна браузера, описания страницы и ключевых слов. Проверяем. Устанавливает заголовок страницы активно. И ни одной из свойств не указано для установки ключевых слов, описания страницы и заголовка окна браузера. Настроим инфоблок для каждого из правил, приведенного на слайде. Перейдем на страницу настройки данного инфоблока. Типы инфоблоков. Выбираем нужный тип и наш инфоблок. Вкладка SEO. На вкладке отображены настройки как для разделов, так и для элементов инфоблока. Также здесь можно задать шаблоны значений title, alt и шаблоны мини-файла для картинок элементов и разделов. Если мы нажмем на кнопку с многоточием напротив любого из полей для шаблона, появятся логически сгруппированные элементы, которые можно использовать для формирования данного шаблона. Вернемся к заданию. Заголовок должен состоять из названия элемента, названия раздела и названия сайта. Для настройки заголовка используем два шаблона и название сайта, который мы напишем в виде текста. Настройка для элементов шаблон мета-тайтл. Поля элемента, название текущего элемента. Добавим разделитель. Поля родителя, название родителя. И название сайта в виде текста. Как видите, шаблон может в себе сочетать как элемент шаблона, так и произвольный текст. Посмотрим, что получилось. То есть, сохраняем и проверяем. В действительности, тайтл формируется следующим образом. Сначала идет название элемента, затем название раздела и название сайта в виде текста. Далее, настройка ключевых слов. Для настройки ключевых слов нужно установить шаблон мета-кейвордс элемента. По заданию у нас это артикул, габариты, текст и цена. Свойства, артикул, габариты, произвольный текст, цена. Применяем. Проверим. В действительности, кейвордс создается по заданному шаблону. Далее. В качестве описания используем текст-анонса элемента инфоблока. Вернемся в настройки. Настройки элемента шаблон мета-дескрипшн. Выбираем нужное поле в группе поля элемента. Текст-анонса текущего элемента. Применяем. Проверим. Теперь description у нас совпадает с текстом анонса этого элемента. Для решения задачи с ключевыми словами раздела настройки инфоблока уже не помогут, так как на этом уровне мы можем делать только общую настройку. Если мы хотим задать произвольный текст для каждого раздела, нужно перейти в инфоблок и нажать «Изменить». Напротив интересующего нас раздела «Изменить». Вкладка SEO, шаблон мета-кейвордс для раздела. Теперь возьмем другой раздел. Таким образом мы задали уникальные значения ключевых слов на уровне разделов, не используя настройки инфоблока. Проверим. Офисная мебель. Тут у нас description стандартный. Тот, который указан в заголовке и свойствах страницы. Мебель для кухни. Произвольный набор ключевых слов. И другое описание. Далее. Шаблон title детальной картинки элемента инфоблока задается по правилу подобному заголовку. Перейдем в настройки инфоблока. Вкладка SEO. Поскольку у нас используется тот же шаблон, что и для мета-тайтл, просто скопируем его и вставим в нужное место. В данном случае это настройка детальной страницы шаблон title. Применяем. И проверяем. Title картинки теперь равен заголовку окна браузера. Мы решили все приведенные задачи. Рассмотрим ключевые аспекты нового функционала. Во-первых, рассмотрим состав элементов, формирующих шаблон. Настройки. Инфоблока. Вкладка SEO. В зависимости от того, шаблон какой категории мы хотим настроить, нам будут доступны определенные элементы. К примеру, при настройке шаблонов для раздела доступны поля этого раздела, поля родителя, поля инфоблока и путь до текущего элемента. Кстати, если раздел, для которого мы настраиваем шаблон, находится на верхнем уровне иерархии, то поля родителя и поля инфоблока будут давать одинаковые значения. Если мы настраиваем шаблоны для элементов, нам будут доступны все текстовые поля элемента, его свойства, поля родителя, поля инфоблока и путь до текущего элемента. Тонкая настройка от инфоблока к элементу. Шаблоны можно делать как для всего инфоблока, так и для конкретных разделов или элементов нужного раздела. Предлагается делать настройку от общего к частному. Таким образом вы можете задать общие правила формирования шаблонов, затем нести изменения для конкретного раздела или даже элемента. С помощью этой возможности мы задавали ключевые слова для разделов. Более того, можно реализовать индивидуальную настройку шаблона для определенного элемента. Продемонстрирую. Офисная мебель. Товары. Возьмем элемент. У него тоже есть вкладка SEO. Здесь мы можем донастраивать текущие шаблоны. Или задавать полностью свой новый. Проверяем. Тайтл тот, который мы указали для определенного элемента. Наследование шаблонов. Любой вложенный раздел или элемент перенимает настройки шаблонов родителя, будь то раздел или инфоблок. Используя такую особенность, мы можем корректировать шаблоны, опираясь на уже существующие, а не создавать с нуля. В принципе, что-то похожее я только что продемонстрировал на примере. Давайте еще раз. Товары. Берем товар. Вкладка SEO. Здесь мы видим те значения, которые унаследованы от настройки инфоблока. Если мы зайдем в настройки SEO раздела, офисная мебель, изменить и укажем свои собственные настройки для элементов данного раздела, например, без названия сайта. То данный шаблон будет применен для всех элементов и разделов, которые входят в этот раздел. Таким образом, используя новый функционал, мы можем быстро организовать управление значениями, участвующими в SEO-оптимизации, а также быстро внедрить рекомендации SEO-оптимизаторов.